ребят следующий 18 курс хотя мы пишем социальную сеть на джанга но если вы заметили то мы затронули в курсе семнадцатом работу джанга саякс и здесь я давал видео как это принципиально работает это видео будет в описании и один из пунктов был эта передача от джанга от джанга на сервер через джейсон это такой формат передачи поэтому я хотел сделать отступление но во первых по безопасности мы будем использовать безопасные ток токены не токен неправильно сказать токены сиси срф именно джанга то есть получение будет данных сервера только по ключу между сайтом между сайтом и сервером ну и второй момент хотелось бы сразу тех кто еще не работал джейсон но не было необходимости показать некоторые физки фишки джанга например самой простой командой которую я потратил буквально там секунды я вывел всю нашу таблицу которую мы делали в проекте до формат очень простой в чем будет заключаться мое направление мы с вами создадим папку которую называется почему-то джанга арматура ну так принято и создадим файл если мы посмотрим этот же файл до наша модель контента вот она наша модель вот допустим юзер тайтл слуг имидж все эти поля мы видим здесь джейсон это удобный формат передачи данных не в стиле java script в стиле аякс не они неправильно все написано java script между сервером и сайтом то есть данные передаются они читаем и как для человека так и для машины синтаксис очень простой для начала работы я вас направлю дам дам направление сам сайт где раб начать работу с python особого изучения он не требует потому что разобраться действительно просто если мы видим что все заключено в список далее передается все как строки далее у нас идет строка открывается словарь и здесь мы видим передачи как словари то есть по сути дела модель это и есть модель далее путь но имя приложения название модели название модели в жанга переводит в библиотеке к типы контента в нижний регистр а далее пошли особые данные например пока то есть обращение к записи по номеру далее идет отдельно строка fields то есть поля модели и пошли дальше поля модели да поля и то что реально записано в базу данных зачем это нужно ну во первых будете работать с rest это передается при помощи джейсон да далее будете работать сейчас мы пишем представление где работаем с аякс до синхронный javascript там тоже отлично передаются данные либо хмл либо джейсон мы будем использовать джейсон можете неправильно произношу но уж извините меня о чем речь вы понимаете тем более если посмотреть джанга действительно и набрать такую вещь как джанга джейсон то мы увидим достаточно большое количество библиотек которые люди написали которые нечто делают то есть в первую очередь но самое простое зачем вам нужен джейсон вот так вот как я покажу для работы в проект ну допустим вы делали проект вы можете своего реального проекта взять и экспортировать базу данных потом одной командой новый проект вогнать всю базу если вам надо да то есть всех пользователей очень удобно для то есть поиграться для тестирования применяется но а нам с вами надо немножко понимать джейсон для того так как мы с вами передаем пишем наше представление для работы с аякс то есть между джанга и аякс а синхронный javascript то данные мы будем передавать джейсон то есть это сериализация что такое сериализация это переведение перевод одного формата другой для передачи данных ну например в базе mysql хранились данные по одному да на сервере мы в этом в этом курсе семнадцатом во первых рассмотрели общую схемы схему работы с джанга с аякс то есть как вообще джанга взаимодействие с аякс и говорили о том что именно действует мы будем передавать формате джейсон поэтому надо знать или по крайней мере начать работать с этим форматом вот я хочу вас направить показать настройки показать первые вещи хотя он будет без нас передаваться потому что представление мы указали но джейсон для вас может сделать очень много работы тестовой поэтому я хочу чтобы вы начали с этим работать более плотно вот поэтому такое отличение какого-то особого изучения джейсон не требует он очень прост а вот фишки когда вы будете понимать в принципе сам синтаксис вечера достаточно чтобы понять но я вам за три минуты объяснил сами фишки вы будете приобретать уже по ходу постоянно просто уже будете понимать о чем идет речь много примеров у джанга есть по использованию использованию джейсон есть целые клиенты то есть по сути дела это удобная очень удобная работа тем более формат джейсон очень очень широко используется и надо иметь с ним уметь с ним работать для тех кто начал с этого видео это было пояснение больше для участников школы начать нужно с сайта кто только начинает спб-тур ссылка на сайт в описании видео именно здесь мы начинаем изучать python и джанга спасибо за доверие успехов все получится вообще сейчас просто Продолжение следует...